Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Нормально так? Я вот сейчас смотрю погоду, прогноз погоды по нашему Раундлейку. И вот смотрите, на пятницу температура 21 максимальная, это было где-то в час ночи примерно, и 1 градус, 21 и 1 будет ночью, под утро. А сейчас грозища страшная, да, вот 4 утра сегодня, ну, следующую ночь, да, следующее утро будет 1 градус. Вот такие дела, ребята, на 20 градусов разница. Какие сосуды это выдержит? Сервисы доставки сообщили о нехватке курьеров из-за оттока мигрантов, я вам уже об этом говорил, но еще и плохая погода, и в общем не хватает, не хватает. Сервисы доставки еды и продуктов. А у нас на машинах возят, а здесь я смотрю, вот какая-то тетя на велосипеде, и сзади огромный рюкзак. Ну ладно. Так, Си Цзиньпинь призвал ускорить модернизацию армии Китая. А, ой, и теперь еще и он тоже, ну, три дебила это сила, конечно, я имею ввиду, конечно, Путина, я имею ввиду его ставленника в Америке, Трампа, и вот еще Си Цзиньпинь. Народная армия Китая. СК, Следственный комитет, назвал основную версию загрязнения на Камчатке, вы не поверите, водоросли, водоросли, в пробах воды нет ничего, цветение фитопланктона. Лидер Справедливой России Миронов заразился коронавирусом. Да он какой-то нехороший. Депутат Госдумы Валерий Гартунг заразился коронавирусом. Ну да, брали анализ, шилом мешке, не утаишь, а-а-а, все, сидит дома. Мурашко, он тоже на карантине, кстати, заявил, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается. Ну ты же не мировой министр-то, ты рассказывай, что в России, в России, что, а он все про мир, про мир. Сбежал из больницы, что привело к гибели российского летчика, в Екатеринбурге нашли тело сбежавшего из больницы летчика, за горожанами, за какими-то, и у него, значит, это, перерезано горло и живот. Вот, якобы, вот, после того, как мужчина бежал из медучреждения, перелез через забор с колючей проволокой, а что в медучреждениях в России заборы с колючей проволокой, и как можно забором порезать горло, перерезать? Мне это непонятно. Выпадение волос назвали возможным последствием заражения коронавируса. Ну, ученые считают, что это может быть следствием не самой болезни, а психологического стресса, который ей сопутствует. Вот, о как, еще и потеря волос, обоняние, осязание, все. Путин уволил бессменного первого замдиректора ФСБ, я уже об этом говорил, генерал Сергей, сейчас, секундочку, закрыть надо какой-то ветер, генерал Сергей Смирнов, и он его уволил, а он действительно бессменный, он там был уже, бог знает сколько времени, и якобы, ну, за то, что ему исполнилось 70 лет. А на самом деле, знающие люди говорят, что какой-то, значит, был вооруженный налет ФСБ, прикиньте, ФСБ подозреваются в вооруженном налете. Не ФСБ подозревает, а ФСБ подозревает тся, тся, о как, вот это да, вооруженный налет, ну, еще за то, что Навального не дотравил, я думаю, за это. Ну, ждите, когда он в форточку выпадет теперь. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 4,25. Я не знаю, это хорошо или плохо, но сохранил. Сохранил, Набиулина сохранил. Трамп заявил о скорой готовности американской вакцины от коронавируса-19, она будет сверхзвуковая, даже сверхсветовая. Вон чего. Песков заявил о контролируемой ситуации с коронавирусом. У него какие-то прыщи опять пошли. Старый, чего ты там сидишь, бежал бы куда-нибудь во Францию. Захарова заявила об открытой цензуре со стороны Фейсбук и Твиттера. А-а-а, Захарова придавили. В МИД России заявили о дискриминации русскоязычных медиа на Ютьюбе. Я вот тоже медиа, русскоязычные, меня всё время дискриминируют. Всё время снимают все баллы и посещаемость, и отписывают ребята. Это что-то здесь не то. Так что Захарова правильно сказала. Так. Опрос. Байден победил на заключительных предвыборных дебатах. Угу. Так считают 53% респондентов телекомпании CNN. Обратного мнения поддерживаются 39%. Ой, дай-то Бог, дай-то Бог, а. Ой, какие ботиночки у них красивые. Хочу такие. Ладно. Ну, там фотография была. Собчак обвинила Соловьёва во лжи. Ну, это тоже форточку теперь выпадет. Ха-ха. Нашла на кого выступать. Это Соловей. То есть это Соловьёв. Соловей всё время путают. У меня жена смотрит каждый день Соловья. И радуется. Я не знаю почему. В Кремле задумались о новом чуде с рублём. Я вам говорил, какой-то цифровой рубль, и это будет борьба. И с бедностью, и с безработицей, и с коронавирусом, и со всем, чем только можно. Цифровая валюта снизит стоимость транзакций. Угу. Понятно всё, да? Россиянка рассказала о залитой спиртом Турции во время пандемии. Это не то, что вы подумали. Дело в том, что они, во-первых, они все в масках. Измеряют температуру в ресторане. У бассейна и моря стояли шезлонги, которые тоже обливали антисептиками. Везде пахнет спиртом. О, как! Нормально. Так и надо. Власти Москвы назвали способы избежать строгих ограничений из-за коронного вируса. Привет, Валентина. Сейчас. Сейчас я подойду. Сейчас. Уже сейчас. Если москвичи будут соблюдать масочно-перчаточный режим, город сможет избежать введения более строгих ограничений. Ага. Хе-хе. Смешно, да? Врачебным выплатом меняют процедуру. И чего будет процедура? Т-те-те-те-те. А, будут менять теперь по времени. По времени это будет справедливо. По времени работы с коронавирусной. Я вспомнил анекдот старый. Я вам рассказывал уже. Одна девочка решила, как это говорят в России, заработать быстрые деньги. А что ты у меня какие морщинки некрасивые, да? Вот так хорошо. Вот. Опять. Вот так вот. Одна девочка решила заработать быстрые деньги и пошла, снялась там у фотографа. Ну, неприличные фотографии, скажем так, да? Вот. Ей пообещали там тысячу рублей в час, да? Вот. Я не знаю, сколько это стоит. Ну, пускай тысячу рублей в час, да? Вот. А, значит, этот... Когда она снялась, бах, ей дают совсем немного. Она говорит, а почему? А потому что он спрашивает у фотографа, у тебя выдержка какая? Одна сотая секунды. И сколько ты снял фотографий? Ну, допустим, сто. Ну, вот ты секунду чистым временем проработала. Понятно, да? Вот такие дела. Это я так долго не смогу сидеть. Ну, ладно, не обращайте на меня внимания. Вот с медиками будет так же. Сколько ты секунд на него дышал? Ну, ты... Значит, столько тебе заплатят. Социологи определили идеальный возраст для счастливого брака. 80, нет? Ну-ка, ну-ка. 28-32. В этом возрасте риск развода минимален, так как партнеры знают, чего хотят от семейной жизни, но при этом имеют достаточную энергию для повседневных обязанностей. Не знаю, у меня в 28-32 вообще мозгов не было. Ну, я про себя говорю. Давно пропавшую картину классика нашли на стене у пенсионеров США. Ха-ха-ха. Какого-то Джейкоба Лоуренса. Они купили где-то на гараж сели, что ли, и повесили себе. А-а-а. Вот это да. Интересно. Дзюба отпустил усы. Куда он их отпустил? Стал объектом шуток фанатов. Какая-то Дзюба отпустил... А, Артём... Так это парень отпустил усы. Ну, вот так. Ну, чтобы знали. Да, это про футбол. Всё, что вы хотели знать про футбол. Рамблер субботний. Ну, давай уже открывайся. Почему-то он вот субботний не открывается. А, за что мы не любим високосный год? Во, интересно. 2020 год лишь укрепил веру людей в то, что от високосных лет не стоит ожидать ничего хорошего. И вот откуда поверье? Оказывается, в древности люди были уверены, что в это время умирает скот, засыхают деревья, люди чаще болеют, а семья распадаются. В народе високосный год называют годом Касьяна. Как гласит легенда, Касьян славился скупостью и злопамятностью. На пути в рай он отказался помочь землепашцу вытащить телегу, завязшую в грязи. А что, по пути в рай встречаются землепашцы с телегами? Странно. Это сделал шедший рядом Николай Угодник. И тогда Господь сказал, благое дело сделал ты, Николай, будут люди тебя поминать два раза в году, в мае и декабре. А тебя, Касьян, за то, что ты не помог, будут поминать только раз в четыре года. О как! Понятно, да? И опять субботный рамблер, и опять не открывается. А, пропадают ли от свиста деньги? Ха-ха! Да-да-да-да-да. А почему? Смотрите, данное суеверие пришло в жизнь простых людей благодаря морякам. Когда в плавании наступал штиль и какое-то время стояла абсолютно безветренная погода, все члены экипажа начинали дружно свистеть, как бы призывая ветер наполнить паруса. Этот приём нередко можно встретить в мультфильмах. Привычка моряков отложилась в памяти народа, после чего люди запрещали свистеть в домах, чтобы внезапно налетевший ветер не смыл все деньги в семье. Ну, не смыл, наверное, выдул, да? О как! Интересно. Не буду свистеть. В небе над Москвой заметили свечения, какие-то свечки. Вот много непознанные летающие объекты. Надо познать их. Да-да-да. Может быть, квадрокоптеры, а может быть… А ещё посмотрю ролик. Ну, и чё они? Да ну, они просто висят, и всё. Да ну, какие же квадрокоптеры? Ну, это то… Ну, вон… Ой, а как мигают красиво. Хм, не знаю, что такое. Наверное, инопланетяне. Так. Уполномоченный по правам человека Свердловской области предложил бесплатно сделать ЭКО – это экстракорпоральное оплодотворение женщинам из Уктузского пансионата. Главное, сначала всё отрезали, да? Вот те самые, которых заставили пройти стерилизацию. А теперь вот им хотят сделать бесплатно ЭКО. Вообще, дорогая штука. По стерилизацию прошли 15 женщин, которые дали на это письменное, информированное согласие. Что-то какая-то ерунда, да? К театральному центру на Дубровке сегодня несут цветы и мягкие игрушки. Ох, уже 18 лет прошло. О, Нортост. Да, ребята, Нортост. Ёлы-палы. Путин ничего не сказал. Президент Путин пока... Вот, кстати, да, чёрта нельзя поминать. Вот он. Президент Путин пока не привился российской вакциной от коронавируса. Он сам сообщит об этом, как только это произойдёт. Ранее сам Путин рассказывал, что прививку сделали некоторые его родственники, а также люди из ближайшего окружения. Значит, в Подмосковье все козлы уже привиты. Так, опубликовано видео падение мужчины с путепровода в Твери. Да, в Литарском районе упал мужчина. А как он? Прямо на проезжающий автомобиль. Ужас какой. Ну, его увезли на скорой помощи. Кошмар. Кошмар. Госдума одобрила новый штраф для автолюбителей. Ну и за что? А, за неоплаченный проезд по платным дорогам будет штраф от двух с половиной до пяти с половиной тысяч рублей. А у нас, хотел сказать, как можно проехать. Ну, можно, конечно, проехать, но просто у нас такого не бывает. Как понять, что Путин врёт? Это Алексей Навальный. Да, он открывает рот. Доказываю в пяти слайдах карусели. Листайте. Это легко. Путин лжёт так много, что не помнит, о чём лгал два месяца назад. Вчера он заявил, что если бы мы хотели отравить, то отравили бы надёжно, не отправили на лечение. Да, чё, какой ты кошмар, да? Ой-ё-ё. Моя жена требует отдать меня, пресс-секретарь. Ну, то, что было. Песков, хлопая глазами, сообщает, а мы что? Мы ничего. Это вопрос медиков. Таким образом, они держат меня 48 часов, ожидая, что новичок моей крови разложится полностью, и его никогда не обнаружат, ну и так далее. Ну, в общем, да фиг с ним. Смешно, но он снова побоялся произнести мою фамилию. Ну, я вам говорил уже об этом. «Женщина искалечила супруга, застав его в постели с соседкой». Они распивали спиртное с мужем, женщина с мужем, а потом отлучилась из дома по делам. Ну, с бутылкой, а чё ещё-то? По каким делам? А когда вернулась, узнала от дочери, что муж ушёл к собутыльнице домой. Она пошла, в окно увидела, разбила камнем окно в доме соседки, сходила за топором, зашла в дом и начала крушить всё подряд – телевизор, ТВ-приставку, газовую плиту. А потом взялась за него перелом ребра. Три года четыре месяца. Но у женщины есть ребёнок 2018 года рождения, сколько? Два годика. Реальное отбывание наказания отсрочено судом до достижения ребёнком 14-летнего возраста. Ну, а за это время столько всего пройдёт. Да. Упс. В городе Кирове. Опять доставка еды надо. Мне не надо. В Кировской области зафиксировали первый 10-градусный мороз. Это Киров. Не Киев, а Киров. Киров. Так, ладно. В МИД РФ напомнили послу Армении о неприемлемости переброски боевиков в Карабах. Да это сколько же их туда надо перебрасывать? Их сразу всех побьют дронами. Неприемлемость. Вот теперь так это называется. Да. Неурожай свёклы спровоцировал рост цен на сахар в России. А если будет урожай свёклы, тоже цены поднимутся, потому что весь сахар будет тогда куда-нибудь на Кубу. Ну, или что-то в этом роде. Да. И Твиттер. Малышева назвала три суперпродукта, которые помогут избежать осложнений от коронавируса. Я вам об этом говорил. И Твиттер тоже заинтересовался. Сырые устрицы, печень трясти, бразильский орех. Новость из рубрики. Вы все обречены сдохнуть, а я просто охренела. Да, ребята. Комментарий Малышева сама на сырую устрицу похоже. Наверное. В 14.00 ждите новое расследование «Инсайдер» и «Беллингкэт». Будет покруче Солберетских. Солберетских. Я начал искать. Да, есть. Вот нанокапсулы смерти. Кто и где мог сделать новичок для Навального? Радио Свобода «Беллингкэт», «Шпигель» и «Инсайдер» публикуют совместное расследование. Разработки отравляющих коротенько. Да, тут статья на 4 экрана. Разработки отравляющих веществ семейства «Новичок» не были прекращены с распадом Советского Союза и продолжаются под руководством выходцев из военных научных институтов, занимавшихся этим в советское время. Ведущую роль играет расположенный в Москве научный центр «Сигнал». Ну и так далее, и так далее. Российским учёным удалось разработать новую систему доставки новичка в организм с помощью нанокапсул. Они позволяют достичь сразу нескольких целей. В частности, отсрочить его действия и замаскировать оба этих фактора проявились при отравлении Навального. Отсрочить и замаскировать. Ну и так далее, и так далее. Всё вот это вот, абсолютно всё. А, Александр Мишкин и Анатолий Чепига, да, ну это Петров и Баширов, говорили правду в интервью Маргарите Симоньян, когда утверждали, что связано со спортивным питанием. Побочной сферой деятельности или легендой для строго засекреченных разработок являются многочисленные БАДы и сухие смеси для спортивных напитков. Понятно, да? О, как! И вот пошло новый новичок, и так далее. Вон, 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 вон. Вот такие дела, ребята. Все фамилии, всё абсолютно. Так, что тут ещё? Наша Канада. Задачка по математике ужасна, конечно. У Гитлера было 44 концлагеря. В них погибло 11 миллионов человек. У Сталина было 162 концлагеря. Почитайте, сколько в них погибло людей. Да, ребят, ну вот так вот. И вот кто-то здесь. У Сталина погибло 73 миллиона человек. Ужас какой! Ужас какой! Включил дебаты Байдена и Трампа. Два кандидата в президенты сверхдержавы спорят, кто из них на зарплате у страны бензоколонки. Выключил. Во как! Точно, да, ребята. Так. Третьи сутки в акватории Находки растекается радужная стабильность. Виновных, как всегда, не могут найти. Вонгую версию нарушения обмена веществ в Мирового океана. И вот, да, вот. Ну, ролик передо мной, да. Акватория Находки и вот радужные разводы по воде. Ужасно. 283 человека погибли в России за сутки от коронавируса. Это если как бы разбился большой пассажирский самолет. И так каждый день. И так каждый день. Всегда умиляет, когда люди в часах и украшениях за несколько миллионов рассказывают людям, которые откладывают деньги на покупку зимней одежды в УВИ, что тем еще нужно затянуть пояса для того, чтобы у первых, кто рассказывает, всегда была свежая белужья икра на завтрак. Да. Ну так, 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 так. Все так. Это про Малышева, в частности. Песков. Россия не будет терпеть хамства со стороны Запада. И вот пишет сталкер. Наверное, вывезут оттуда своих личинок, закроют счета и продадут недвижимость. Запад реально нарывается на большие неприятности. Кира Ермыш. Это она про Путина. И риторика просто потрясающая. Не хотели, не хотя бы мы не причастны, вы с ума сошли. А если бы мы хотели отравить, то не выпустили бы. Человеческая жизнь в России ничего не значит, а решение жить тебе или умирать принимает по наитию сбрендивший дед. Ого. Признаю, Грешин вчера смотрел Путина по ТВ. Что сказать, понравилось, говорит прямо, четко, уверенно. Правда, не понимает ни хрена. Ну, так ведь он и раньше ничего не понимал. А 20 лет как-то тянет эту лямку. Правда, в другую сторону тянет. Но куда-то все тянет четко, уверенно. Юрий Шевчук крепился долго, очень долго, почти 64 года. Но не выдержал и обкакался. Это тетя Роза пишет. Лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук написал саундтрек к фильму «Доктор Лиза» об одиозном российском докторе, которая была советником Путина и активно участвовала в конфликтах, развязанных его режимом. Да, ребят, я её, ну, а мёртвых хорошо или ничего, да, кроме правды. Я её никогда не любил. Ну, опять же, она не доктор никакой. Она здесь, она же американка. Она здесь, ну, я не помню на каком уровне, но она не доктор. Вот. И потом, ну, она же гадкая, ребят, она же гадкая была. Вот тут сразу бах. Российский врач Элизавета Глинка принимала активное участие в конфликте на Донбассе, который развязала Россию в Украине, а также в Сирии. Она погибла в 2016 году в авиакатастрофе Ту-154, направлявшемся на российскую военную базу в Сирии. Ну, вы это помните тоже. Там ещё хор ехал этот, ансамбль песни и свистопляски советской армии. Ну, в общем, вот такие дела. Вот вам Шевчук. Юра, да? Как тебя зовут? Юра. Помните его интервью с Путиным? Опс. И ещё раз про... Начинаешь привыкать к ежедневным новостям о техноденных катастрофах. Норильск, Камчатка, Калмытия теперь находка. Нефтяное пятно уже 34 квадратных километра. Ёлы-палы. Никого за это не наказывают. И последнее, ребята, две новости рядом. Нокия построит сеть сотовой связи на Луне. А вторая новость. Жители Подмосковья вышли на борьбу с влияющей на ДНК, в кавычках, вышкой 5G. Ну, 5G. 5G. Вот такие дела, ребята. Как колхозно-то всё. Это комментарии. Всё, ребята. На сегодня всё. Пока. До свидания. С вами доктор Влад. Не болейте.